Здравствуйте, дорогие одесситы! Добрый вечер! В эфире «Медиа.Информ» программа «Время Юрия Калиниевского». Мы сегодня будем говорить о людях с ограниченными возможностями. У меня в гостях руководитель общественной организации «Ревноправность Суспирства» Екатерина Орел. Здравствуйте, Катя! У нас не первая программа совместная, но в данном случае мы будем говорить по более широкому кругу вопросов, чем обычно, потому что у вас появились возможности для тех людей, которые вы готовили программу оповещения людей слабослышащих, если слабовидящих, и людей с ограниченными возможностями, которые ездят в общественном транспорте, чтобы их обязательно информировали о том, через какие улицы мы проезжаем, какие остановки впереди, с учетом их скорости восприятия и времени их реакции на это сообщение. Все это вместе взятое привело к тому, что появилась необходимость создать опытный образец, и он создан. И опытный образец такого двигающегося инструментария, который будет тестирован по своим характеристикам, может ли он обслуживать людей с ограниченными возможностями, что нужно, чтобы он смог обслуживать, и потом это будет расширяться, видимо. Мы можем посмотреть, как сегодня выглядит этот проект на уровне одного единственного троллейбуса номер два, который ездит по городу Одессе, и уже сейчас тестируется на предмет его адекватности, тем потребностям, которые есть у наших сограждан. К сожалению, их достаточно много, и не замечать разницы в возможностях у разных людей, мы не можем себе такого позволить, потому что людей с ограниченными возможностями суммарно на Одессу приходится порядка 20%, если что. Ну да, где-то так. Разная мера зависимости, но нужны технические средства, которые учитывают эту категорию граждан. А до сих пор на это особенно никто и внимания не обращал. Считалось, что наше гуманное общество может игнорировать потребности значительной части этого общества. С этим, видимо, делу нужно положить конец, и чтобы наступила другая эпоха, когда люди с ограниченными возможностями чувствуют себя равноправными гражданами, и эти возможности у них суммируются за счет внимания всех остальных структур, так? Да. Ну, понимаете, Юрий, есть ограниченные возможности, а есть особенные потребности. Есть еще бюрократическая система. Да, в принципе, формулировка одинаковая, но смысл совершенно разный, в нее вкладывается. И хотела бы еще вас поправить. Я не являюсь руководителем ГОО «Ревноправное суспельство», я член правления, а руководитель нашей организации — это Максим Кириллов. Я понял, и мы с ним тоже знакомы. Я понял, но на самом деле, как скоро вы ищете правление, то вы руководите уже сейчас, фактически, этой деятельностью. Я не вижу в этом ошибку, а против, извините. Значит, и так смотрим наш материал, да? Давайте. Показываем. Маршрут номер 2. В напрямку вулиця Новосельського. Цей звук тепер можна почути, користуючи стролейбусом другого маршруту з бортовим номером 4013. Саме на його базі запустили нову правну систему звукового повіщення для людей зі слабким зором. Невелика коробочка повинна вирішити відразу кілька проблем. В першу чергу вона буде анонсувати найближчі зупинки всередині салону. Щоб подиситись з особливими потребами, могли орієнтуватися, коли їм виходити. Однак динамік буде встановлений ззовні. Таким чином люди на зупинках зможуть почути, який тролейбус під'їхав і куди він трямує. Проблема заключається в том, що для людей з нарушенням зрения, які самостоятельно передвигаються по городу, тепер не нужно буде спрашивать у людей на остановках, який маршрут підійшов, куди він двигається. Тобто тепер людина зможе спокійно услышати. Новий апарат вже встигли випробувати одесити зі слабким зором. За їхніми словами, це перший вагомий крок вперед на шляху доступності. Адже якщо даний прилав встановити на усьому громадському транспорті, то відпаде необхідність звертатися за допомогою до людей на зупинках. Я дуже, можна сказати, що щодня пересуваюся містом самостійно, тому що я працюю. І тому, якби на роботу мене постійно хтось супроводжував, то довелося б чоловікою чекати, самому не працювати, а водити мене на роботу. Тому мені, особисто мені і таким людям, як я, це є дуже важливим. Крім цього, за словами активістів, нововведення допоможе не тільки людям, які мають проблеми з зором, але й гостям міста, яким складно орієнтуватися на зупинках з великою транспортною розв'язкою. Зараз же фахівці КП Одесьміськ електротранс спільно з активістами будуть тестувати систему кілька тижнів, коригуючи її і пристосовуючи для повного комфорту. Ми будемо в определенні час її тестувати, давати свої пропозиція по настрійці, по оборудовню, і далі вже буде вирішити питання з подальшим фінансуванням проєкта і його впровадженням на усьому рухомому складі. Щоб встановити обладнання на всьому електротранспорті міста, за деякими даними, знадобиться близько двох місяців. Дякую за перегляд! Істочниками финансов, істочниками административних возможностей, да, нужно искать каких-то, то есть нужно что-то делать с нашим замечательним аппаратом, с чиновниками, которые принимают решения. Видимо, таких попыток, таких шагов должно быть 3-4. Вы можете об этом рассказать? У вас є какой-то контакт уже с нашими выборными органами, с нашими управляющими местным транспортом, которые идут вам навстречу і с вами сотрудничать? Да, конечно. Во-первых, это КП «Горэлектротранс», которые поддержали нашу інициативу. Экспериментальний образец был передан им, і вони полностью сами сделали разрешительну документацию, і своими силами вони установили це на троллейбусі і запустили этот. То есть без «Горэлектротранспорта» этот проект не... Это понятно. Но вопрос, что вы можете делать не без, а с ними. Ведь первый образец – это на самом деле первый шаг. Сколько шагов надо еще сделать? Далее было сделано еще. Были поданы запросы от нашей организации, написаны письма в департамент транспорта и в департамент труда и социальной политики. И начальник департамента труда и социальной политики, и начальник департамента транспорта тоже поддержали нашу інициативу. И этот вопрос был вынесен на депутатскую комиссию по труду и социальной политике, где комиссия наша, эта депутатская, она тоже, в принципе, одобрила этот проект. Единственный вопрос сейчас заключается в чем? В том, что он будет этот образец тестироваться, вы слышали, да? Главный инженер говорил о том, что его нужно протестировать. Возможно, нужно какое-то оборудование будет дополнительно еще приобретать. Точно знаю, что для троллейбусов, которые, ну, вот уже немножко устаревшие, да, есть же новые там троллейбусы, есть те, которые... Ослужили свой век, но продолжают контактировать. Да, и в них нужно будет менять проводку, это однозначно для того, чтобы установить. То есть сейчас вопрос заключается в том, что нужно определиться, сколько денег нужно потратить на этот... Стоимость взаимных шагов и стоимостные характеристики этого шага, да. То есть сейчас все зависит от того, как, ну, вот, как закончится это тестирование, когда будет составлена смета. Мы надеемся, что департамент транспорта и КП Гор электротранса сделают это в ближайшее время. И потом вся эта смета уже, когда будет, да, мы же должны понимать, сколько денег на это нужно. Это самое наше бессмертное постсоветское чиновничество, я полагаю, что как раз самый важный момент, наступает тот момент, когда надо выделить деньги и назначить реальные сроки и показать реального исполнителя. И вот, да, следующий этап, это будет департамент финансов, ну, который, мы надеемся, тоже войдет. То есть вам нужны при отсутствии средств еще юристы и бухгалтера, те люди, которые составят смету, которые... Но смету составит Гор электротранс, с департаментом транспорта, они составят эту смету, кроме них ее никто не составит, потому что они знают, какое у них есть оборудование, какая у них проводка и в каком ремонте она нуждается. Катя, знаете, я просто удивляюсь вашему оптимизму. Я обычно жду от чиновничества всего чего угодно, кроме своевременного исполнения. Ну, понимаете, есть закон Украины о социальной защите людей с инвалидностью. Есть статья, есть Конституция Украины, которая, да, дает всем равные права. Есть Конвенция ООН, которая подписана, в том числе и Украиной. Не води себя. Да, и об этом нужно говорить, если мы об этом не будем говорить и мы не будем это показывать, что такое доступность, да, для человека без, да, особенных потребностей. То есть это, в принципе, такая вещь, о которой мы не задумываемся. Ну, или задумываемся слишком позже. Или задумываемся тогда, когда она начинает, это, знаете, как электрическая лампочка. Мы о ней не думаем, пока она не перегорит. Правильно? Вот. То же самое и здесь. Мы очень много лет до этого, это, ну, как бы, не вина людей, не вина чиновники, они, в принципе, тоже люди. Неужели? Ну, иногда. Вот. Они тоже люди и они тоже часть какая-то общества, им тоже нужно об этом говорить, им нужно это объяснять. Сейчас важно, да, для нас выработать единую политику по доступности и этой политике придерживаться. Допустим, те же оборудование пандусов, оборудование стоянок для людей с инвалидностью. Что такое, да, вот мы сейчас с вами проезжаем по городу, мы видим, мы уже об этом с вами говорили, но я повторюсь. Пандусы, на которые даже каскадер не может въехать, да, не то, что… В окрестностях вот этого географической точки, в которой мы сейчас находимся, несколько раз обнаружил человека на коляске, женщину на инвалидной коляске, которая стоит вместе с этой коляской на рельсах и просит кого-нибудь ее с этой точки передвинуть. Она просто не в состоянии справиться с физической нагрузкой на руки, которая накладывает ситуацию. Вы знаете, есть формализм. То есть в законе написано, что мы без пандуса не примем, да, вашу магазин. А принимают без пандуса. Вот вы хотите пандус, мы вам сделали пандус. А какой он должен быть, этот пандус? Как правильно… Скажите, а вот эти высотки имени господина Кивана, вот где он мог бы отыграть несколько баллов в свою сторону. А он-то учитывает потребности таких людей. Вы в этих стеклянных халабудах есть пандусы? Вы об этом знаете что-нибудь? Ну… Вот стеклянные жемчужины имени господина Кивана, они пандусы туда поставили? Ну, я не думаю, что там все в порядке. Я не буду говорить… Я не буду говорить, что все плохо, потому что мы не инспектировали и не видели. Я понял. Я вас очень прошу. Было бы не дурно, если вы свою точку зрения по этому поводу к следующему нашему выходу в эфире подготовили. Потому что на самом деле всякий предприниматель хочет, чтобы о нем говорили хорошо. И здесь как раз шанс у них уникальный. Правда, будет чуть-чуть дороже. Ну и что, как говорится, менее экономичными будут проекты. Я понимаю, что они экономят на всем, что могут, но нельзя экономить на людях, на которых уже сэкономила природа и общество. Юрий, смотрите, еще хочу вам сказать, что на самом деле люди с инвалидностью – это не значит, почему-то у нас сложился стойкий какой-то стереотип о том, что человек с инвалидностью – он какой-то нищий. Нищий, никому не нужно, заброшенный. Я знаю очень много людей, и в нашей организации есть такие люди, в других организациях, и я лично знакома с людьми, у которых какие-то проблемы со здоровьем. Но они имеют профессию, они не последние люди в своей профессии, и они зарабатывают достаточно приличные деньги. И они могут себе позволить пойти в ресторан по финансам, пойти куда-то в театр, в музей, на концерт. Но в театр, в музей, на концерт, там панзусы были. Но в силу того, что нет доступности, они попасть туда не могут. То же самое, понимаете, мы говорим, да, давайте вернемся сейчас вот к троллейбусу. Что такое, да, этот речевой информатор? Это же ведь не только для людей с… Это для всех. Да, это в принципе для всех. Да, есть, вот я же говорю, мы вернемся, да, там, к конвенции, есть вот, да, определенные какие-то моменты транспорта, обеспечения транспорта для людей с инвалидностью. То есть это низкий, низкопольный транспорт с большими площадками для людей, которые передвигаются на коляске. Это дисплеи и текстовые строчные объявления для тех, кто плохо слышит. И это звуковые информаторы для тех, кто плохо видит. Но мы же часто с вами попадаем в такую ситуацию, когда мы вот, ну, я, например, живу, да, там, на окраине, и центр я иногда могу позапутаться. И даже для меня, для того, чтобы сориентироваться, было бы очень неплохо услышать, что такой-то троллейбус едет в такую-то сторону, и следующая остановка такая-то. В принципе, или туман, или дождь, или, как мы все сейчас, я говорю, временно теряем мобильность, когда у нас звонит телефон. Ну да, и кроме того, бывает такое, что просто полно народу в троллейбусе или трамвай, и я за их спиной и голов не вижу, где мы едем. Особенно, когда это в темное время суток, я, много очень рекламы появилось, и они, как бы, стирают разницу между разными улицами. Хочется сориентироваться, не всегда получается. Но я-то... Да, или дождь, туман, окна запотевшие, да, и... То есть, на самом деле, этот шаг, он может оказаться полезным для всех групп населения. То есть, не надо считать, что это только для тех, кто ограничен. Да, ну, и опять-таки, вот это разделение, да, разделение людей, да, то есть, это для людей, с ограниченными, там, возможностями, с особенными потребностями. Это для людей безограниченных возможностей. Мы все люди, ну, как бы, да... Имеют свои ограничения? Имеют свои ограничения. У кого-то в голове ограничения, у кого-то, там... На совести. Да, совести ограничения. То есть, разные. Мы все имеем свои ограничения и разделять вот так вот. Доступность, доступная среда, она должна быть универсальной для всех. Хотел задать вопрос на засыпку. А вот вашу общественную организацию, это ревноправное суспильство, никто не пытался привлечь хоть к какой-то политической линии поведения? То есть голосовать вместе за кого-то или агитировать за кого-то? Вы понимаете, в чем вопрос? Я так понимаю, что вы лакомый вопрос в ревном смысле. Да, есть манипуляции в эту сторону. Но мы всегда говорим о том, что доступность вне политики. И мы сейчас выступаем за то, чтобы соблюдался закон Украины во всех его проявлениях. И в частности, поскольку мы занимаемся правами людей с инвалидностью, и не только людей с инвалидностью, в частности, вот это законодательство в плане доступности. То есть должен быть закон, если он есть, его нужно выполнять. А все вот эти манипуляции вокруг, ты сегодня за белых, а завтра за красных, за зеленых, за синих, какая бы ни была власть, синяя, зеленая, красная, желтая, доступность должна быть при любой власти. И это нормально, это правильно. Я вас почему об этом спросил. Я не знаю, я не хотел обидеть, ради бога. Но на самом деле, когда у нас идет война за голоса людей, находящихся в СИЗО, идет война за людей, которые вообще учатся в духовной семинарии. Так, чтобы они голосовали все за заранее известного кандидата. То есть, на самом деле, эти технологии уже давным-давно потеряли всякие представления о пределе цинизма, люди, которые занимаются этими вещами. И поэтому я предполагаю, что, конечно же, они не могли не появиться у вашей организации, тем более она достаточно, с моей точки зрения, легко управляема в этом смысле. Но то, что вы не поддались на эту провокацию, на самом деле, честь и хвала вам. Ну, понимаете, мы все с вами взрослые люди, и у каждого человека есть своя позиция. И переубедите, у меня своя, у вас своя, кто-то там поддержит одного, кто-то поддержит другого. Но, опять-таки, я говорю, есть четко сложившаяся позиция о том, что должен быть соблюдаться закон, должна быть доступная среда для всех, универсальная. Чтобы человек, который передвигается на коляске, человек, который передвигается с тростью, человек, который передвигается на своих ногах, все были в одинаковых условиях. И тогда наше общество только от этого выиграет, потому что человек, который передвигается на коляске, если он сможет попадать без сопровождения, без того, что он должен там просить, вызывать каких-то, как у нас было, да, тоже одно время. Вот почему вы, типа, не это, вот, сделайте такси и пускай они там на такси ездят. Были такие выпады в вашем месте? Да, люди, ведь на самом деле люди... То есть вы их раздражали, да? Да не мы их раздражали, а раздражало то, что кому-то, да, какие-то особенные условия просят. Хотя это не особенные условия, то условия, они должны быть для всех. Просто вы ходите по пешеходной дорожке, а человек на коляске едет по, там, да, по пандусу поднимать, или мы поднимаемся по ступенькам, да. Если даже в том же магазине скользкие ступеньки, то это тоже недоступно. Да, то это тоже недоступно. Кстати, я хотел спросить, насколько я вот в этом году, не в прошедшем, в 17-м был в Израиле, я видел, если инвалид в коляске, или вообще человек с каким-то дефектом двигательной системы, пытается сесть в транспорт, в автобус или в троллейбус, на переднюю ступеньку, пол автобуса вскакивает и ему помогает, поскольку он ранен на войне, и он защищал Родину. У нас тоже помогают. Помогают, да? У люди, на самом деле, люди, все, что касается, на там, помощи, каждый, люди помогают. Здесь есть какая-то динамика, наблюдается, то есть стали теплее, дружнее, лучше, хуже. Люди стали теплее. Теплее, да? Да и люди, в принципе, ну вот, да, как у Булгакова, да, все люди добрые. Каждый человек добрый в определенном своем смысле. То есть люди, они не плохие, не хорошие, они действуют в зависимости от обстоятельств на самом деле, поэтому, вот, и поэтому же говорю, что сбилось. Я когда вижу, когда помогают вот так человеку, я все-таки наполняюсь каким-то позитивом, потому что не такой у нас пропащий город, когда такое количество просто случайных пассажиров бросаются помогать человеку, как скоро у него есть такие затруднения. Это очень здорово, это хорошо говорит. И я вам скажу даже больше, чувствуется прогресс в отношении чиновников. Есть, да? Есть прогресс, и они идут, в большинстве случаев, они идут навстречу. Есть комитеты доступности, которые, да, не просто вот формально комитет доступности, раз в год там сгоняют каких-то людей. То есть этот комитет, он действительно реально работает. Катя, время приближается к завершению передачи, как всегда. Я хотел все-таки вам напомнить, что к следующей передаче я хотел бы знать от вас, как обстоят дела с пандусами у господина Кивана. Хорошо. Если есть такая возможность. И честно, даю честное журналистское слово, если будет позитивная информация, я ей уделю особое внимание и поблагодарю его и его сотрудников за то, что они все-таки позаботились о людях. К ним на территорию не так просто попасть. А вы к нам приходите еще и рассказывайте про то, как обстоят дела. У меня в гостях была Екатерина Орел, общественная организация «Ревноправность. Суспительство». И всего доброго вам и успеха в вашем прекрасном начинании. И вам спасибо за то, что уделяете внимание этому вопросу. Спасибо, спасибо. Всего хорошего. Спасибо.